Пока автор подписывает, попробуем все-таки без Валентины Павловны управиться в какую-то часть. Значит, Димитрава. Димитрава – это лагерь, который действовал в 1937-1940 годах. Изначально это был лагерь для тех, которые были противниками местной литовской власти. А когда пришли немецкие войска, они превратили этот лагерь уже в концлагерь для военнопленных советских. Военнопленных там было немного, в основном там были жены командного состава, многие из которых на тот момент были либо с малышами, либо на последних месяцах беременности. Многие из них родились, родили именно в Димитраве. У нас в Новокузнецке живут знакомые, девочка родилась именно в Димитраве. У нас в Киеве была знакомая, она родила сына в этом лагере. Он впоследствии стал летчиком военным. Сложный этот лагерь, но все же про критингу я буду просить рассказать Валентину Павловну, потому как в 60-х, 70-х годах она принимала участие, организовывала съезды бывших узниц Димитравского лагеря. Она расскажет гораздо лучше. Да, Валентина Павловна, вопрос звучит таким примерно образом. Критинга, 41-й год. Началась война. Что происходило на тот момент в Критинге? Не 22 июня, 22 оно как бы и понятно, а 23, 24, 25 и далее. Вот в Критинге все знают ботанический сад, да? Замечательное, красивое место. Валентина Павловна, расскажите про это замечательное и красивое место. В 1940 году был организован 105-й пограничный отряд. Он заступил на охрану государственной границы Литовской республики. Военные люди выполняли свою работу, но жена военного – это нитка. Куда иголка, туда и нитка. И нитками такими оказались и мама, и я. В 1940 году мы переехали по вызову отца, поскольку это Критинга была пограничной зоной, мы приехали в Критинг. Что из себя представляла Критинга 1940 года? Узкие улочки, мощеные дороги булыжником, частные лавочки еврейские, очень много я знаю. Там дядя Самуил был такой. Когда я к нему приходила покупать кренделечки, то он мне почему-то всегда давал еще на палочке леденца. Это вроде как Макгарыч или что, и говорил. Слушай, так ты уже приходи всегда ко мне. Я тебе буду всегда давать свежие булочки. Я его это запомнила. Кроме этого, что частные лавочки были, приезжали с деревень, привозили масло, молоко. Для нас, для людей, даже мне, поскольку мне было тогда где-то 12 лет, для нас это было странно. Как это так, какой-то дяденька торгует, когда есть в магазине. Но тем не менее, в Критинге еще действовал костюм. Монахи были. И эти монахи, несмотря на то, что вот как чекари говорят, ах, монаховку убивали, монаховку куда-то упадяли. В то время такое интересное соседство было. Штаб погранотряда располагался во дворце или в особняке Тышкевича. Рядом с этим особняком была церковь, был костюм. С одной стороны, а с другой стороны было кладбище. Вот в таком они сочетании находились. И было, конечно, как пограничники говорили, вот интересное сочетание. Мы охраняем границу, монахи молятся. Это вроде бы как естественное было явление такое. И когда начался обстрел, кстати, в Критинге, именно в первый день войны, ни меня, ни мамы не было. Потому что так получилось, что по направлению отрядного... Павла, Валентина Павловна, что вы делали в этот день? Вы расскажите чуть-чуть попозже. Потом? А что? К Ботаническому саду давайте вернемся. Куда? К Критингу. А я о чем говорю? В июнь. А вы в эвакуацию поехали? Про эвакуацию вы чуть-чуть позже расскажите. Я должна приехать в Критинге. Вы уже там. Как же я могу рассказывать? Они скажут, с какого перепугу ты говоришь? Тебя не было в Критинге. Как ты можешь сказать, что там была стрельба? Я должна рассказать. Люди добрые. Не перебивай. Будьте добры ко мне. Снисходительными. Дайте мне поговорить. Иначе я заботаюсь. Я ничего не расскажу. Тебя не говорила. Дорогу. Дорогу. Путь. Так. Едем дальше. Получилось так, что мы с мамой не смогли попасть в Критингу. И нас подобрали пограничники только в городе Корцена. А война, страшная война, шла уже. Мы никто этого не знал. Из Критинга люди уезжали. Как они могли уехать? Их отбирали на машинах. Я в том направлении, Алексей, иду. В том, да? Ну хорошо. И в нашем же поезде, когда нас взяли, было очень много женщин, которые ничего с собой не могли взять, потому что стрельба была. И когда мы ехали в Критингу, в поезде был мальчик. Не тот? Не то. Хорошо. Про мальчика будем говорить позже. Потому что мальчик, это замечательный мальчик. Мальчик будет позже. Хорошо. Динограмма, ботанический сад, жены пограничников, птички наверху, дождь, озеро, евреи. Все понятно. Замечательно. Наводящий вопрос, конец. Как рассказывали женщины, уже после войны, когда мы с ними встречались, они рассказывали, что пришлось им пережить в первый день войны. Их выгнали из квартир. Там был гарнизон стоял. Здание называлось красными казармами. Они до сих пор цены. Но когда был обстрел, то все было там разрушено, там были только какие-то развалины. Женщин туда согнали всех. Переловили и в Критинге, и с территории приграничья. Первое, что делали, старались показать, что немецкая власть самая правильная, самая верная. И чтобы люди об этом убедились, их водили, как они говорили, женщины, на концерты. А концерт заключался в чем? Гитлеровцы и их помощники собирали евреев и пригоняли к озеру. Есть там такой посреди города небольшое озерце. Этих евреев заставляли прыгать, заталкивали в эту воду, заставляли оттуда выпрыгивать. Должны не были кто зайчиком прыгать, кто лягушечкой прыгать. Пожилые, старые люди, кто этого не мог исполнять, выполнить их убивали на месте. А женщины наши, жены военнослужащие, стояли и смотрели на этот ужас. И им говорили, вот видите, вот с вами то же самое будет. Потом их отправили, через месяц отправили в Димитраву. На правильном пути? И в Димитраве до войны, во время Сметоновского правительства, там был исправительный лагерь такой, для политических. А уже после войны, то есть во время войны, когда пришли гитлеровцы, они открыли там обычный лагерь, как они считали, что очень спокойный, маленький, спокойный лагерь. Но это был тяжелый лагерь. Люди там и голодали, и били их, и портовали их. Существовала даже такса такая, что за здоровую женщину она стоила 20 марок. А женщина с маленьким ребеночком 5 марок. А если просто бабушка, ну, за один дочь марок проходили. Что еще можно сказать? И много этих женщин, конечно, потом многих отправляли на работу в Германию. И приходилось уже после войны, приходилось встречаться с ними. Ну, дело в том, что Ильин Иванович Гречес организовывал встречи, это уже после войны, конечно, было, встречи с семьями пограничников, с ветеранами. И в Димитраве было, сейчас там в этом помещении живут частные лица, а в 70-е, может, там был хороший музей с экспонатами. Экспонаты какие-то, печальные экспонаты, одежда, в которой ходили эти женщины, игрушечки, которые делали для детей. Сейчас этого ничего нет. Сейчас выгуливают собачек. Мы когда приезжали, она же такой, козел нас там встретил, самый натуральный козел, рогатый такой. Он себя там чувствовал хозяином. Мне хотелось пойти и узнать, а где же хозяин этого козла? Может быть, бы поменяться их, потому что нельзя на такие места делать пастбище. Ну, о том, что там творится, как сейчас выглядит, вы можете сами съездить. Сейчас там 11 апреля, в основном, общество, годник, туда делают в виде экскурсии, приезжают, рассказывают, смотрят. Так что, более подробно вы можете прочесть в книге. Валентина Павловна, еще один такой вопрос. Вот тут уже как раз про эвакуацию, про то, что 22 июня вы поехали в обратном направлении, не же не планировалось. Но там был какой-то мальчик. Так вот, давайте про мальчика. Приехали к мальчику. Приехали. Когда мы возвращались с мамой из Чельшая, зашли в поезд, в вагон. Бориса Афанасьевна. Отец был на границе 21 июня. Папа уехал на границу в 9 часов. Мы с мамой уехали в Чельшай в 11. Все. В крест. Мы больше не были в этой кретинге. Мы в кретинге были уже в 60-м. После войны когда были. И когда мы зашли в вагон, этот мальчик с мамой ехал. Дети, есть дети. У меня еще так, глаз был не в порядке. Мне доктор такой вот сделал повязку. Мальчику лет 8 или 9 было. Ну, как дети спросили, куда ты едешь? Я говорю, да я еду к папе, куда, в кретингу. А мы возвращаемся в кретингу. И мы с этим мальчиком. Дочка пограничника. Детство прошло на заставах. Меня можно было смело зачислять в виды пограничников. Правила все знала. Как разбирается пистолет, знала. Что значит застава в ружье, знала. И я с гордым видом этому пацану объясняю. А мой папа служит в дивизии. Я с гордым видом ему говорю, глупый ты. Военные не служат. Работает. Мой папа работает лейтенантом. Я говорю, глупенький ты. Военные не работают. Военные служат отечеству. Вот такая была потребодка. И когда нас высадили уже, поезд дошел только до Корцены. Когда еще, представляете, мы выехали из Тельшая в 6 часов утра. Уже шла война 22-го. А это сейчас у нас мобильный. Нажал, через 3 минуты ты знакомый и можешь говорить. И никто не знал, что война. Мы ехали навстречу войне. И в Корцене нас высадили. И этот же мальчик с мамой тоже высадил. Он был высажен. Ну, мы сели в этот. У нас подобрали пограничники, посадили в шелом. И мы ехали вместе с ними. И этот мальчик, ему подарил один из военных, подарил значок. Назывался ГТО. Готов к труду и обороне. Все, пацан привинтил, привинтил в себя счастливый и радостный. Ну, поскольку мы несколько дней ехали в товарном вагоне, я немножко за него заступалась. Во всяком случае, мы с ним задружились. И когда они решили, они из Витебска, и они решили, что-то мы поедем в какую-то башкею. Ну, вернемся, кто думал, что война будет шагать такими громадными шагами. И что через четыре дня там уже и в Белоруссии, и где угодно будет. И при прощании вальчика звали Вася. И мальчик говорит, а знаешь, Тина, вот давай я тебе подарю на память вот этот значок. А я говорю, ну, тебе же жалко. Да ну что ты? Мы бы с ним договорились по-детски, договорились так. Кончится война, мы встретимся, и я тебе отдам этот значок. Валентина Павловна, я вас прерву на этом месте. Да. Борис Демин с отрывком из книги. Время летело незаметно. Наступал вечер, а я не определился, что мне делать дальше и куда идти. Возвращаться в Валитус? Догонять колонну, где убивают детей? Где ночевать? В Канаре или под ближайшим кустом? Козюкос уловил перемену в моем настроении и предложил. Пойдем к нам. Поедим. Мама Цепелина приготовила, холодный борщ сделала. Пошли. Не бойся. Мама добрая. Зовут ее Понутая. Как придем, поздоровайся, наставлял меня беленький пастушок. Мы загнали овец в отбор, зашли в дом. Казис Порога объявил. Мама, это Вася, белорус из Алидуса. Ему некуда идти, негде ночевать. Пусть он у нас поживет. Хорошо. Миловидная и нестарая женщина внимательно посмотрела на меня, робко топтавшегося у порога, вздохнула. Ну что ты за человек, Козюкос? Всех несчастных в дом тащишь. Котят больных, собак хромых, ворон недобитых, заморожь и чумазы. Не дома какой-то приют убогих. Я не знал, оставаться мне или уходить прочь. Внута решила все мои сомнения. Что поделаешь? Раз уж привел мальчика, пусть остается и этот ледоладок. Места в доме хватит. Картошка уродилась, все сыты будем. Козюкос радостно завопил. Ура, ура, ура! Я же говорил, что моя мама самая добрая, самая лучшая мама на свете. Он вот это шутливо пригрозил. Будешь орать, обоих за дверь выставлю. С овечками спать будете. По-доброму улыбнулась мне. Ну что стоишь, Вася? Белорусы заливаются. Ступай с Козюкосом во двор, руки мыть. И за стол. Цепелин остынет. Вот так я и остался в доме у ноты Радвилена, простой литовской крестьянки с большим, добрым и щедрым сердцем. Для меня эта чужая женщина стала родным человеком, второй мамой. Она спасла меня, истощенного, узвеченного мальчишку, от неминуемой гибели, отмыла от лагерной грязи, залечила болячки и ссадины. Сколько бессонных ночей провела у моей постели, когда я болел и метался в жару забытья. Сколько ласковых слов утешения сказала, когда я тосковал по своей маме. И забившись в темный угол овчарник, горько плакал, считая ее погибшей. Мы смогли встретиться только в 1948 году. Так долго длился поиск. Мама прошла через ад ни одного гитлеровского концлагеря. Была Гюльхаузене, Кахау, Равенсбрюке, но выжила. Больная, исхудавшая и постаревшая. Она со слезами благодарности целовала руки. Он и Радмилена за ее человеческое отношение. Катеринскую заблоку. Это воспоминания мальчика Васи Белоруса, который прошел через Алидусский концлагер. Мартина Павловна, так что там в значок ГТО? Что там в значок ГТО? Вы его сохранили, нет? Что произошло с этим значком? Был в Креченге такой преподаватель профчих училищ Римгаева. Он за ним организовал поиск, как тогда было принято. Искали, в общем, группа такая работала. И он пригласил ветеранов 10-й стрелковой дивизии, не пограничников, а 10-й стрелковой дивизии. Ветеранов пригласил на встречу. Ну, и женщин, которые были в этом лагере. И я приехала с группой женщин, приехала на эту встречу в Кречен. Ну, тогда я не такая заика была, как сейчас. Я тогда не волновалась, я потому что знала. Было много энергии. Так что я говорю, я почему-то говорю, что, милые люди, вы меня уже простите. Вот за мое вот такое вот косноязычие и за это все. Потому что трудно мне. Особенно вот этот вот стоит передо мной, перед носом, я его уже боюсь. Вот. И, вы знаете, дали мне слово. Я вышла и сказала. Поблагодарила Ремгайла за большую работу, которую он делает. И я рассказала о судьбе мальчика Васи, с которым я ехала в поезде. И сказала ему. Достала из своего кармана этот значок. Я так подняла его и говорю. Я Ремгайле и его в группе говорю, я хочу вам подарить этот значок на память о той большой работе, которую вы делаете. Я не знаю, жив этот мальчик или нет. Потому что мы ехали в Ашкирию, ехали, они где-то на дороге сошли. И вдруг из зала, я слышу, из зала говорит, Тинка, я живой. Идет мне навстречу мужчина седой, полноватый и прихрамывает. Потому что у него ножка была побита, когда они с мамой отступали. Немец за ними погнулся, выстрелил, ему перебили сухожидки. И он так остался хрымом. И вот он, ну, зала, значит, кричишь, а Тинка, я здесь, я живой. Вот о том, как мы встретились, я не буду уже говорить. Конечно, потому что я была счастлива. И мы с этим, он, конечно, уже не Ласенька был, не Василек, он, общались мы. Вот сколько он был здесь, я его пригласила к нам в Эфеду, разговаривали. Он уехал. И мы с ним договорились опять. Он говорит, знаешь, вот столько, я наслышался, столько много говорили о участии этих детей и ветеранов. Я, говорит, наверное, все это напишу. А я говорю, пиши, напишешь, присылай мне. И вот прошло какое-то время, я получаю письмо, большой-большой-большой пакет. Открываю, детским почерком написано. А дедушка умер такого-то числа. Можно я, потому что я не сутка делала. Я хочу просто зачитать. Попаивайте меня, попаивайте. Можно я прочту, ладно? Я быстрее, быстрее. Значит, вот так распорядилась жизнь. Ушли в мир войной самые дорогие для меня люди. Он имел в виду свою названную маму и своего названного брата. Мое здоровье тоже не в пределе. Я не хочу, чтобы мои воспоминания о пережитом немецкой неволе, о людях с добрым сердцем и светлой отзывчивой душой ушли вместе со мной в небытие. Поэтому пересылаю свою рукопись воспоминания тебе, Тинка. Распорядись моими записями по своему усмотрению. Я знаю, что ты, как всегда, примешь правильное решение. Ведь ты, Тинка, дочь пограничника, девочка из 41-го. Разве не так? Разве я не прав? Всех тебе благ и живи подручек. Василий. Он ласит белорус из Алитуса. И приписка. Рукопись Василия Александровича Степановского переслал в 1991 году его внук Саша с пометкой. Дедушки не стало 6 февраля 1992 года. Вот такие вот бывают случаи. Если можно, еще чуть-чуть, это уже провальше будет позже. Анатолий Павлович, а совсем чуть-чуть? Ну нет. Я только вошла в азарт. Я только пришла в себя. Я только начинаю не бояться вот этой гаварьюки, а меня остановлю. Ну давайте чуть-чуть. Чуть-чуть. По поводу вот этих талисманов. Вот мальчик мне подарил этот талисман. Опять я вас возвращаю в старую икону. В 1933 году на заставе был задержан переписчик. Семья евреев. Это было на польской границе. Мужчина-коммерсант, жена с ним и маленькая. Украинско-польская. Украинско-польская. Граница украинская-польская. Ладно. И с ними маленькая девочка, примерно моя ровесница. Где-то 5-6 лет. Ну поскольку на заставе я единственным ребенком была. И конечно я все, как это, задержали. И не кого-нибудь, а детей задержали. А ребенка. И я у своего папы прошу, разрешили. Папа, можно я этой девочке подарю игрушку? Он, отец мне говорит. Никаких игрушек. Они задержанные. Папа, так это же девочка. Был приказ такой. Если отец говорит, разговор закончен, шагом марш. Я поворачивалась и то полотно. Так и на этот раз вышла. Но в руках у меня был гутаперчевый пупсик. Вы, наверное, не знаете. Вы такие вот. Вы теперь барбы знаете. Вот разные. А вот такой классенький пупсик был. Голенький такой. Я этого пупсика держу в руке. Подбегаю к этой, где сидели на улице. Я тебе что, и эти девчоночки даю. Я говорю, девочка, возьми тебе, поиграй. Я тебе даю. Девочка мне ответила, баржу, доброе. Спасибо большое. Прошло много-много лет. Следующая эпоха. Прошло много лет. Я уже весьма взрослый человек. Свой отпуск решила провести на просторах Советского Союза. Достала путевку, путешествие по Енисею. От Красноярска до Дудинки. И в Норильске у нас была экскурсия. Экскурсию вот вела очень красивая женщина. Ну, я не скажу, что она больше на грузинку была похожа. И в ней были такие же черные волосы, как у этих вот дамы, которые сейчас вот сидят. Вот такие красивые волосы, черные были. И она нам рассказывала о том, как строится на Лильске, где там что-то. И я обратила внимание, что у нее сумочка. Как теперь все же каких-то пюсиков привязывают, каких-то непонятно чего там. И там болтается пупсик. И я смотрю, думаю, пупсик же похож на того пупсика, который я дарила. И я у нее после экскурсии спросила. Говорю, скажите, пожалуйста, откуда у вас эта игрушка? А она говорит, о, эта игрушка, эта игрушка с 33-го года. Мне ее подарила девочка, которая бегала в трущиках и держала собачку на грузке, на веревочке. Вот такое у нас встреча была. И вот после этого скажите, что жизнь наша не идет кругом. Она идет кругом, она повторяется. И последняя, Алексей. То есть вы только про меня в углу не рассказываете, ладно? Последняя. Это было много лет назад. О, Боже, изба. То, что было, я о том молчу. Я хочу только сказать. Спасибо. Я только хочу сказать, дорогие мои люди. Здесь собрались не только молодежь. Здесь люди, ну, конечно, старше меня никого нет, чем я и говорю. Милые мои, у каждого из вас мама, бабушка, тетя, дядя. Они прожили большую жизнь. Не выбрасывайте эти воспоминания из своей головы. И если у вас есть какие-то записи, не разжигайте им печки, сохраняйте и обрабатывайте их. Если не обрабатывайте, просто соберите. Соберите, потому что это память. Память, которая нужна всем. Не только вам и нам. Если бы мне не прислали вот эти письма, разве бы я могла при помощи издательства, при помощи издательства, при помощи издательства, издать эту книгу. Я не знаю, понравится, не понравится. Это не роман, который можно читать, там, как теперь читают. Ах, любовь, туда, сюда. Поехали, пошли. Это жизнь. И я вас очень прошу. Я, наверное, не имею на это право, с учетом моего молодого возраста, просто вас попросить, помните, помните все, что было с вашими семьями. Все. Спасибо, Валентина Павловна. Пару слов я скажу о структуре самой книги. Немного отойдем от воспоминаний к сегодняшнему дню. Значит, мы пошли по такому пути. Просмотрев воспоминания всех людей, мы обнаружили, что очень много упоминается тех концлагерей, которых мы просто не знаем. Салас Билс на слуху, Бухенвальд на слуху, Дахау мы знаем. А Терезенштадт знают в основном представители еврейской национальности. Правильно? Это Австрия. Это был еврейский лагерь, и о нем есть подробная справка в этой книге. Мы пошли по тому пути, что мы берем какой-то из концлагерей, в котором побывал данный человек, и даем справку об этом концлагере. Что же в нем на самом деле творилось? Чтобы никто не подумал, что это выдумки, что такого быть не могло. Однако мы столкнулись с такой проблемой, что, допустим, лагерь Энцесфель. Вроде да, но вроде нет. Вроде был, а вроде не был. И не найдя никакой абсолютно информации, кроме того, что это филиал Бухенвальд, мы дали просто отрывки из воспоминаний тех, кто там побывал. На самом деле этот лагерь существовал, но существовал очень и очень коротко. Он был создан в горах для того, чтобы разрабатывать каменоломы. На какое-то время туда пригоняли узников, они отрабатывали свой ресурс, их уничтожали, пригоняли следующих, и вот такая вот круговеря там творилась примерно год. После этого лагерь уничтожили, и, соответственно, его не было. И я представляю, каково сейчас бывшим узникам доказать, что они были в этом лагере, потому что информации нет. И очень многие лагеря, к сожалению, не обозначены сейчас нигде. Кроме того, учитывая то, что тематические сборники составлять достаточно несложно, взяли тему концлагерей, по концлагерям прошлись, все сделали. Но, что делать, если есть воспоминания человека, который не относится к этой теме, но воспоминания ценные? Мы сейчас готовим сборник абсолютно разный. И морской офицер, и 106-й погранотряд, и 105-й погранотряд, чтобы просто эти люди не исчезли. И сейчас я хочу попросить нашего Клопичанина, бывшего председателя Совета ветеранов, Амфияна Петровича Антонова, вкратце рассказать о том, что он поведал в этой же книге. Я думаю, что не стоит рассказывать подробно, потому что кто приобретет книгу, сами прочтете. Единственное, скажу, что меня подвигло написать, эту книгу. Воспоминания, статью о своем отце подвигли события, которые в последнее время произошли у нас в городе Клайпеда. Когда вдруг наш уважаемый мэр Грубляускас запустил акцию преследования уважаемого у нас сегодня человека, сидящего члена Совета городского Вячеслава Титова, запустил акцию его преследования только за то, что наш товарищ, наш друг, замечательный человек, которого мы все знаем, решил сказать правду на заседании Совета по поводу героизации. Я помню, в детстве в нашей деревне как раз их так и называли люди. Только бандитами называли. Ну, сейчас как-то даже за это преследуют, преследуют, поэтому я лучше дипломатично буду, поскольку у нас сегодня общественные собрания, и на общественном за такие выступления даже могут, знаете, куда потянуть, что у нас сейчас... Да, да. Это меня подвигло, то есть, привело к большому возмущению, поскольку эти уважаемые сейчас герои, в кавычках, стали не только у нас в Клайпиде, но и в других городах и местах идеализироваться, отбеливаться и уставляться в качестве национальных героев. Вот, поскольку мою семью эти... Это их работа, так сказать, акции, как она называется в кавычках, тоже опалили огнем. Огнем я решил несколько написать в воспоминаниях об этом. Вот, и... Не буду рассказывать. Единственное, что материал подготовлен по воспоминаниям моей матери, связная была партизанского отряда за советскую Литву. Так, моей старшей сестры, которая уже своими глазами видела это все, вот, друзей отца сокамеренников кавовской политической тюрьмы и лагеря принудительных работ в Провенишкесе. Также товарищи по совместной партизанской борьбе Завиркина, Ермолаевуса и других. Эти воспоминания они мне прислали, когда еще были живы. А также архивные справки Института истории партии при ЦК КП Литвы и записи в книге «Литва. Память». Это в качестве небольшого вступления. По этой моей статье, по моим воспоминаниям, так можно сказать, прослеживается история становления советской власти в Литве в 1940 году, немецкая оккупация в 1941-1945 году. Но там наша местность была освобождена 44-го, 3-го июля. А также небольшой материал послевоенное время, как раз связанное с лесными братьями. Я хочу добавить, что материал очень интересный, очень содержательный и, честно говоря, охватывает гордость, что рядом с нами живут люди, которые могут такое рассказать. И очень жаль, что многие этим не пользуются. К сожалению, на себе приходится убеждаться, насколько быстро летит время и насколько быстро, с ужасающей силой уходят люди и уходят их воспоминания. Поэтому я абсолютно поддерживал призыв Валентины Павловны. Записывайте, сохраняйте, пересылайте, передавайте, как угодно. Но это должно жить, это должно сохраняться. Люди должны это читать, потому что это должно быть достоянием народа. Не одной семьи, а именно народа, потому что это пережил советский народ. И вот таким путем все-таки Антон Петрович в наше хорошее, спокойное, мирное время сделал своего рода подвиг, совершил своего рода подвиг, написав воспоминания именно о своих родителях и о том, что творили наши теперешние так называемые герои. Спасибо, Валентина Павловна. Я еще хотел сказать коротко. Валентина Павловна. Папа, давайте вопрос. Пожалуйста. Вы в детстве жили в Кресенге и были сточки по границе кофессеров. Вы же внуки были как у вас взрослая девочка. В Кресенге была граница и вы же видели, что война нас задевает. В движении войск было. В движении войск было немецких. И в результате никаких сопротивлений Красного Ария не создавателей этого. Не создавателей а вновь. Не создавателей и этот фашист разрушил Красного Ария. И какое вы теперь можете создать сомнение, что Красного Ария не смогла быть защититься и защититься. И в результате столько жертв понесла из-за этого. Если как я поняла вопрос, я должна как военный специалист дать характеристику почему отступили наши войска. Мои хорошие, среди вас есть военные возможно. Я уже вначале говорила, может быть я так не членораздельно говорила, что вооружение страны тогда было. Оно шло в разрез с Германией. Это раз. Нападение Германии внезапно это два. И самое основное задача пограничников не остановить всю армию, потому что для каждой заставы, для каждой комендатуры существовал определенный участок границы, который он защищал. Что мог сделать отец мой, который как раз получилось, был в командировке на заставе. На заставе численный состав составлял 60 человек. 60 человек. У них на вооружении были винтовки системы Мосина. Штык, приклад и ограниченное количество патронов. У них было четыре ручных пулемета Дегтярева и один танковый пулемет, который назывался Максим. А этот Максим, уже вы знаете, он во время гражданской войны себя показал. Только шло перевооружение. А та часть армии, которая резервная, которая должна была заступить, задержать, они не смогли прийти. Существовала зона такая. Пограничный отряд, пограничная зона на одну из них. От них семь километров называлась другая зона, которая вторая линия, так будем говорить. А они не смогли подойти. Поэтому никто армию нашу не разбил. Мы знаем, 9 мая показала, какая наша армия. если позволите, я еще добавлю такую информацию, которую абсолютно недавно я столкнулся. Это те методы, как в Литве, в Эстонии, в Латвии набирались солдаты в Красную армию. Извините, представьте ситуацию, что в вашу страну пришла чужая армия. все-таки мы литовцы, мы пашем землю, нам хорошо коров доить, козлов гонять и т.д. и т.п. Тут приходит Красная армия и говорит, вставай, груджо, пошли сражаться. Ну, какой литовец, простой парень, 18 лет, пойдет в Красную армию и будет рвать на себе рубаху за Советский Союз, непонятно за что и так далее. Поэтому очень много было случаев, не по одному, не по два, а гораздо больше, людей дезертировало и стреляло в спины своим красным командиром, потому что армия была не готова. Это была не сплоченная Советская армия. Там много было простых литовских парней. Их можно осудить, но стоит ли? Я пытаюсь их понять. Конечно, это было жутко. Если, ну, в конце концов, если ты пересекнул, вопрос, давали ли они присягу, ты должен, правильно? Но не факт, что они давали эту присягу, и они должны были сражаться за непонятно что. Поэтому это одна из причин, которую историки указывают. Причин того, что фашистская армия так быстро прошла Беларусь. Нас, Беларусь и так далее. Одна из основных причин. Даже не то, что армия было плохо вооружено. А больше сам состав армии. Вот. Анфеян Петрович, еще что-нибудь? И мы будем переходить к песням. Только сказать, сороковой год, июль месяц. Алиса Васильевна, сейчас Анфеян Петрович закончил. Июль месяц, 14-15 июля, сороковой год, в Литве восстановилась советская власть. Мой отец, книги почитайте подробно, почему стал активным сторонником советской власти, как и вся наша деревня. Поэтому отца избирает председателем сельсовета, вот вся деревня поддерживает советскую власть, потом принимается, значит, в Сейме, в Сейме, в Сейме, в Сейме побеждает трудовой союз, то есть левые силы, Сейм пишет, принимает декларацию за вступление в Советский Союз, едет большая делегация в Москву, составит и делегации в крестьянском, так сказать, секции, едет мой отец. Возвращается, всем рассказывает о прекрасном Москве, но жизнь налаживается, все довольны советской властью, в деревне только говорят, что наконец-то пришла советская власть, наша трудовая, говорят, ну, потом прослышали, что ссылки начались, так сказать, ну, из нашей деревни никого не сослали, но в деревне разговаривали люди так, вот, наконец-то, говорят, этих кровопийцев посылают в Сибирь, чтобы их провести с ними трудовое воспитание, радовались с этим. Простые люди радовались. Ну, и второй этап оккупация, партизаны, советские партизаны, подпольщики и так далее, здесь вы немножко почитаете. Дальше, послевоенная часть, мой отец в этих лагерях был, но сбежал, воевал в партизанском отряде за советскую Литву, за неделю до освобождения погиб, он дальше там все ясно. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Васильевна, ваш вопрос. Как уж тираж. Так, на сегодняшний день мы издали тысячу книг, тысячу книг, но для России это небольшая часть. у нас закупила немало этих книг торговая сеть читай город, это одна из крупнейших интернет-сетей, которая торгует книгами в России, озон.ру и зерна. По зернам есть такой православный такой книжный православный магазин, значит, могу сказать, что там на данный секунд осталось что-то порядка шести книг. книга разлетается точно так же как дорогами ада, я еще раз повторяю, людям это нужно. Валентина Павловна, девушка, вы наша, занимайте почетное место в зале. Аксиан Петрович, спасибо вам, занимайте место в зале, а сейчас военная песня. Я хочу просто вам немножко напомнить, как будет прожарить голосование третьего марта. Вы, значит, получите два бюллетня. Один бюллетень это кандидаты в мэры города Клайдер. Значит, вставим крестик напротив кандидата, за которого голосуем мы. Наш Титов третий снизу, потому что по алфавиру идет, и он будет третий снизу. Теперь, что касается по спискам и по партиям. Значит, наш список третий Титов и Тинсенбук. Потом внизу есть пять окошек, где вы можете рейтинговать тех кандидатов, которых вы хотите видеть в городском чайнице. Там значит в этой нашей рекламке, в нашей рекламке, которая у вас есть, там есть список всех кандидатов и всех повязанных номеров. я за тебя голосовать не буду. Люди устали, ты еще агитацию проводишь. Сядь на место. Сидан, плиз. Владимир Алексеевич, Валентина Павловна, просим занять места. Тогда пишите, чем быстрее. Вы Максима вспоминали? вот как Максим. Так, давайте договоримся так. Концерт, потом все остальное. Элла Владимировна, все потом, все потом. Марья Ивановна, присядьте, пожалуйста. Вот полушепотом объясняй. Прошу всех занять места. Для вас поют артисты из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, дорогие друзья, от всей души хочется поблагодарить вас за этот замечательный вечер. Уже не в первый раз я нахожусь в вашем гостеприимном городе. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. В первую очередь я обращаюсь к автору книги. Да, да, прекрасная Валентина. Я хочу вам передать привет совсем недавно. Я разговаривал по телефону со своей соседкой. Ей 92 года, Галина Ивановна. Она была узницей, правда, она была узницей трудового лагеря. Пожалуйста, мобильные телефоны в режим вибрации переведите, пожалуйста. И она передавала огромный привет. Она не была в концентрационном лагере, она была в трудовом лагере под Гамбургом. Но, тем не менее, она передавала всем огромный привет, пожелание крепкого здоровья. И говорит, что вы все правильно говорите, я очень часто к ней спускаюсь вниз. Она живет на первом этаже, я на пятом, и мы общаемся. И, конечно, то, о чем говорите вы, сейчас нигде не прочитаешь, и это очень великое дело. Мы обязательно отвезем книги в Россию и будем вспоминать. А также привет от моей тети двоюродной, 91 год. Она блокадница, и, кстати, в эвакуации они были как раз в Сибири, в городе Каннске Красноярского края, где и в эвакуации родилась моя мама. Поэтому начать свое выступление я хочу с песни о нашей великой родине. Земля снегов и лебединых облаков, земля березовых закатов. С печалью светлой молча смотрят на меня Россию синие глаза. Земля моя, я сын твоих берез, я землю русскую от нетругов вперед, я продам все, чтоб в рощах салопих в обед не замолкались салопьи. земля моя, я сын твоих берез, берез, и белые от бурья уберем, чтоб вечно снились родине моей и лозовы сны. Солдатом шел я по обкупленной земле, пылали дымные закаты, сухие трещины накружены дорог, как руки матери моей. Земля моя, я сын твоих берез, берез, я землю русскую от негрога взберет, я подам все, чтоб в рощах салопих в обед не замолкались салопи. Земля моя, я сын твоих берез, берез, и белые от бурья уберет, чтоб вечно снились родине моей и голос вы сны. когда гоню туда, откуда нет дорог, я сам навек России стану, ночами И розными в стволах твоих берез Струится будет грудь моё. Земля моя, я сын твоих берез, Я землю русскую, а ты мне трудов сберёг. Я отдал всё, чтоб в рощах золотых Вовек, не заволкай соловьи. Земля моя, я сын твоих берез, Березки белые от бурья уберёг, Чтоб вечно снились родине моей Березки сны. Березки белые от бурья уберёг. Ещё одна песня нашего великого земляка Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева, которая рассказывает нам о письмах, которые до сих пор хранятся в наших сердцах, Которые мы бережно открываем в канон праздников, Собираясь в День Победы, В День Освобождения Ленинграда, В День Освобождения Сталинграда, В самые святые праздники нашей Родины. Я читаю письмо, Что же пожелтелые с гадами? На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал по нему момент, Перед тем, как уйти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на берегу у нас передышка, Спят в окопах друзья тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, Ты крепче снижкуй, Знай, что вас от беды я всегда сбегу. Я читаю письмо, И как будто все ближе и ближе Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, И сквозь крови отчетливо слышу Те слова, что уходя перед боем отец. Дорогая моя, на берегу у нас передышка, Спят в окопах друзья тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, Ты крепче снижкуй, Знай, что вас от беды я всегда сбегу. Я читаю письмо, А за окнами солнце смеется, Продолжается день, И сердца продолжают любить. Я читаю письмо, Я читаю письмо, И уверен, что если придется, Все, что сделал отец, Я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на берегу у нас передышка, Спят в окопах друзья тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, Ты крепче снижкуй, Знай, что вас от беды я всегда сбегу. Клайпеда замечательно знает Бориса Демина, Он у нас не первый раз выступает. Сейчас я хочу представить вам артиста из Санкт-Петербурга, Кирилла Милюкшкиса. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне, наверное, повезло, У меня дедушка и в Литве, И дедушка в России. Дед мы живем под Вильнюсом, Ромос Милюштис. Он был депортирован, Поскольку его младшего брата подозревали В участии в партизанских движениях, В лесных братьях. Сослали его с семьей в Узбекистан. Ни много, ни мало. И мой отец был ребенком, Когда это все случилось. С Узбекистана в армию он пошел во МГУ, В Ленинградскую область, Познакомился с моей мамой. И появился я, Кирилл Милюкшкис. Дедушка живет здесь. Ему уже 90 будет. Скоро. Спасибо. Мне кажется порой, что солдаты, С кровавых не пришедшие, Полей. Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых шуравлей. Они до сей поры С времен тем давним. Чувствия подают нам голоса. Не потому, как часто и печально, Мы замолкаем, Плядем в небеса. Не просто. Не просто. Не кажется правой в небесе. Не,у-у-у. Не,у-у-у.... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok А следующую песню исполнит наш клапецкий молодой артист Игнатий Семенов Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здесь птицы не поют, деревья не растут, И только мы плечо к плечу простаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей Родиною ты. И значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомненья прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. И что ли на бой указ, звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, разыскиваясь. Светает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомненья прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас дамела, До самых вражеских ворот такие прорезы. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилен он. Сомненья прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Глав مثил. Ваше Деньо. Прикап' сẻ. Ваше Деньо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок 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 Был он рыжим, как из рыжиков роман, Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила, А другой был черным-черным у нее, Черным будто обгоревшее смолье. Хохотала над раскрозами она, Хохотала над раскрозами она, Хохотала над раскрозами она, Говорила, слишком ночь была темна. В сорок первом, в сорок памятном году Прокричали непродукторы в беду. Оба сына, оба двое соль земли, Поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым, Рыжий, дешевый, обоний, черный дым, Слою зелень застоявшихся полей, Слою зелень застоявшихся полей, Слою зелень застоявшихся полей, Серый цвет их родовых доски долей. Оба сына, оба двое два крыла, Воевали до победы в матч-домах, Ни гневила, ни клева на судьбу, Похоронка обошла его из путь. Повезло ее, привалило счастье в друг, Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло ей, Повезло ей, повезло ей, повезло ей. Оба сына, мы надзем села. Оба сына, оба двое плод искать, Золотистых орденов не сосчитать. За столом сидят редком к плечу, к плечу. Руки целы, ноги целы, что еще? Пьют зеленое вино, как довелось, У обоих изменился цвет полос. Старые волосы смертельные белизны. Старые волосы смертельные белизны. Старые волосы смертельные белизны. Старые волосы смертельные белизны. И видно много белой краски у войны. Стали волосы смертельной пересны Стали волосы смертельной пересны Видно много белой краски в войне Дорогие друзья, я как житель города Воинской Славы Гатчина, но все мои родственники живут в городе Герои Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И, конечно же, сегодня было бы неправильно, если бы не исполнили неофициальный гимн города на Неве. Я знаю, что многих из вас с нашим городом связывают тесные узы. Мы ждем вас в гости. Приезжайте к нам не только в период Белых Ночей и в Гатчину. Давайте вместе исполним эту замечательную песню, которую когда-то написал великий композитор Василий Соловьев-Седой. Кирилл, ты там не отсиживайся, тоже хорошо. Город над войной небой Город нашей славы трудовой Слушай, Ленинград, я тебе спою Слушай, Ленинград, я тебе спою За душевную песню спою Здесь проходила друзья Юность комсомольская моя Зародимый край С песней молодой Шли ровесники рядом со мной Зародимый край Зародимый край С песней огневой Шли ровесники рядом со мной С этой поры огневой Где бы вы не встретились со мной Старые друзья В вас я узнаю Беспокойную юность свою Старые друзья Песня летит над небой Засыпает город мой В парках и садах Липы шелестят Доброй ночи Родной В парках и садах Липы шелестят Доброй ночи Доброй ночи Родной Ленинград Город Наши славы Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Спасибо. 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 Дорогие мои, сейчас не хотят работать, но тем не менее не в этом суть, ребята, милые мои, во время ваших концертов вам дарят цветы, вам дарят улыбки, вам дарят аплодисменты. Спасибо. Мы присоединяемся к этому. Но я хочу вам сделать другое. Держи. Спасибо. Дорогие мои, вам надо беречь голос. Вам надо беречь голос. Вы живете в Ленинграде. Живет весь Ленинград. Климок, ого, а пришел всток, 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 всток. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Спасибо. 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 Спасибо, дорогие друзья. И приглашает нас к вам. И мы благодарны ему за это. Давайте ему поаплодируем. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.